Наша работа была посвящена, целью была посвящена то, что мы хотели провести анализ применения маммографии, потому что это наиболее использованный метод диагностики ракомолочной железы во всех клиниках и во всех городах России. Мы использовали классификацию для оценки, которая включает 5 степеней оценки, основанных на размерах опухолей и визуальной рентгеновской плотности. Первое – это прогрессирование, то есть увеличение визуальной рентгеновской плотности, увеличение всех целевых образований больше на 20% и абсолютное увеличение размеров равное или больше 5 мм. Стабилизация – это отсутствие существенной динамики или же уменьшение размеров всех образований на 30% и меньше. Частичный ответ – визуальное уменьшение плотности и уменьшение разверных образований от 30% до 70%. Выраженный ответ – это уменьшение плотности и всех образований больше 70%. И полный ответ – когда полное исчезновение всех опухолевых клеток, опухолевых образований, то есть у нас приближается к нормальной маммографической картине. Патоморфологический ответ оценивался по критериям Миллер и Пейна, в которые вошло также 5 степеней градации. Хочется отметить, что пятая степень – это отсутствие опухолевых клеток в секционных срезах из места, расположенных в первичной опухоли, причем в настоящее время считается даже при присутствии или отсутствии дуктальной карциномы ин-ситу. На данном слайде вы видите формулу, при помощи которой проходил процент исчисления оценки критериев на системное лечение. В исследование вошли 218 пациентов с местно распространенным раком молочной железы. Сюда вошли пациентки с отечной инфильтративной формой рака молочной железы в возрасте от 31 до 77 лет. Всем пациентам была выполнена маммография до начала лечения, после второго курса, четвертого, а некоторым и после шестого курса химиотерапию. Оценка анализа осуществлялась при помощи сравнения маммографических данных, которые мы получили во время исследования, с гистологическими данными о лечебном патоморфозе, полученном после оперативного вмешательства. На основании этих данных у нас были выделены две группы. В первую группу вошли пациенты с 4-5 степени маммографического регресса и отсутствием опухолевых клеток в ткани удаленной молочной железы по данным гистологического исследования, то есть пятая степень патоморфоза. Чувствительность составила 93%, специфичная 77%, общая точность 79%. Мы взяли вторую группу, в которую мы включили пациентов только с пятым, то есть полным регрессом маммографического и отсутствием инвазивных клеток в секционном материале, то есть пятая степень патоморфоза. И оказалось, что чувствительность немного ниже, 73%, зато общая точность составила почти 92%. Прогрессирование в данной группе наблюдалось, выявлено было у пяти пациентов. Прогрессирование патологического процесса говорит о том, что надо прекращать данную химиотерапию. И во время анализа оказалось, что те пациенты, которые получали химиотерапию, в состав которых ходили антрациклины и токсаны, прогрессирование наблюдалось реже. Вторую группу у нас составили 13 пациентов, у которых была зафиксирована стабилизация. Стабилизация говорит о смене схемы химиотерапии. Самая распространенная и большая группа была с частичным ответом. Частичный ответ располагает к тому, что мы должны продолжать химиотерапию или же ее усиливать. Эта группа самая распространенная у нас была при этом. И мы из этой группы рассмотрели, сколько же пациентов у нас при продолжении достигли какого-то эффекта. 26 пациентов при продолжении системной терапии оставались у нас на умеренном, то есть на частичном регрессе. 27 пациентов к концу привело к выраженному четвертому регрессу. Полной нормализацией к пятой степени у нас было 4 случая из этой группы. Следующую группу составила самая хорошая прогностическая группа. Это группа 20 человек, у которых был достигнут очень быстрый и выраженный регресс уже после второго и третьего цикла неодевантной химиотерапии. К концу системного лечения у 8 пациентов наблюдалась полная нормализация маммографической картины. Вот этой группе больных могла бы быть уже предложена не оперативное лечение, а лучевая терапия как альтернатива. Мы вернемся к частичному регрессу. Вот этой группе может быть предложена предоперационная лучевая терапия для увеличения процента органосохраняющих операций. Ну и, конечно же, самая лучшая группа – это с полным регрессом. Их составило 16 пациенток. Восьми больным была выполнена подкожная мастеректомия, пятерым – органосохраняющая операция, и три больных – это была лучевая терапия и мастектомия. Пять больных, которые были с органосохраняющей операцией, им был продолжен адювантная химиотерапия. Прогноз у этих пациенток намного лучше, конечно, чем у других групп. И таким образом были исследованы вот эти 218 пациенток. Из них 134 получали химиотерапию, в состав которой входили антрациклины, и 84, в состав которых не было антрациклинов. И при анализе этих групп оказалось, что неблагоприятная группа, то есть это с прогрессированием и стабилизацией, больший процент составила та группа, в состав которых не входили антрациклины. И самая большая группа, я уже говорила, это частичный регресс, и полный или выраженный регресс. Здесь, конечно, превалировала группа, в которой в состав входили токсаны. Таким образом, маммография является информативным, неинвазивным методом оценки эффективности на иудивантной химиотерапии, так как общая точность у нас составила 92%. Маммография на ранних этапах, то есть после второго-третьего цикла, позволяет нам выявить пациентов с плохим ответом на проводимую терапию. Используется для оценки эффективности. Она позволяет оптимизировать количество циклов полихимиотерапии и определять кандидатов для консервативного лечения, в частности, для лучевой терапии. Сейчас хочется уделить немного времени перспективам в маммографии. Мы все хорошо знаем, что маммографическая плотность, она обратно пропорциональна чувствительности. То есть о чем я говорю? Чем больше плотность молочной железы, тем меньше чувствительность для выявления рака. И вот чтобы именно вот этот предел метода изменить, в настоящее время вышел новый метод маммографии. Я думаю, что это будущее в диагностике молочной железы называется она спектральная маммография. И основана она на энергии затухания рентгеновских лучей, которые проходят через разные структуры молочной железы, в частности, через мягкие ткани молочной железы и через йод, содержащие контрастное вещество. И именно совокупность этой энергии позволяет нам генерирует единое изображение. Какие же существуют контрастные маммографии? Первое – это временно контрастная маммография и контраст-усиленная спектральная маммография. Чем они отличаются? При временной контрастной маммографии только методами введения контрастного вещества. Значит, здесь проходит компрессия молочной железы, дальше вводится контрастное вещество и выполняются маммограммы. Конечно, этот метод не очень хороший, то есть он для самой пациентки неприятный тем, что происходит эта компрессия, и потом пока вводят препарат, потом начинают вводить, и она начинает двигаться, и появляются артефакты. Поэтому от этого метода сейчас уже в Европе отказались, и в Америке используется контрастно-усиленная спектральная маммография. Здесь идёт сначала введение контрастного вещества, как я показываю, дальше уже идёт компрессия, и получается по две проекции каждой молочной железы. Причём первое изображение, оно стандартное, получаемое с использованием рентгеновских лучей малой энергии, в то время как второе – это высокоэнергетическое изображение. Дальше проходит у нас субстракция, вычитание одной энергии с другой, и мы получаем постконтрастное изображение. Хочется отметить, что первое, вот это низкочистое, она у нас, это стандартное изображение, и позволяет дифференцировать в молочной железе морфологию по системе Байратс. В то время как это постконтрастное изображение, оно нам позволяет оценивать функциональные изменения в молочной железе. Я приведу несколько примеров. Первый пример – это на фоне выраженного железистого компонента в верхненаружном квадранте не был обнаружен узел, оказалась инвазивно-протоковая карцинома. Второй пример. На верхневнутреннем квадранте на фоне плотной молочной железы дольковый рак. Еще случай. Плотная молочная железа, 50-летняя женщина, инвазивно-протоковая карцинома в ретромаморном пространстве. Еще пример. Инвазивно-протоковая карцинома. Здесь уже пример мультифокальной формы рака. Плотная молочная железа, мультифокальная форма рака. Это вот тут как раз таки предел метода, про который я говорила, что на фоне плотной молочной железы, конечно, выявить обычными маммограммами мы не можем эти узлы. И еще один пример. Плотная молочная железа в нижнем внутреннем квадранте, несколько узлов, мультифокальная форма рака. В европейских странах уже прошло ряд исследований, которые сравнивали контрастную маммографию, цифровую маммографию. Я представляю вам работу Нидерланды, наших коллег, к которому видно, что чувствительность и отрицательная прогностическая значимость практически одинаковая, зато значительно выше специфичность и положительная прогностическая значимость у контрастной маммографии. Почему же все-таки я постоянно говорю о контрастной маммографии? Потому что действительно это шаг в диагностике рака молочной железы. И для чего мы ее должны использовать? Во-первых, она помогает выявлению сомнительных образований, выявленных при цифровой маммографии, Точное выявление распространенности, а значит и стадирования брака молочной железы, размеров опухоли, количества, что очень важно мультифокальность и мультицентричность, потому что часто на маммограммах мы находим только один или два узла, а при контрастной маммографии мы видим, что там множество маленьких узелков. Выявление скрытых оккультных форм и минимальных образований преимущественно плотной молочной железы, оценка локальных рецидивов, оценка уже ответа на неодевантную полюхимиотерапию, но и используется в качестве альтернативы для тех пациентов, которые страдают клаустрофобией. Это для исследований на МРТ. Почему сравнивают именно контрастную силенную маммографию и МРТ с динамическим контрастированием? Да потому что обе эти методики определяют неонгернез опухоль, обе методики чувствительны к воскоррелизации, обе методики выявляют образование, следовательно, мы можем оценить их размеры, да, опухоли, и контрастная сильная маммография, она обладает большей чувствительностью, чем только стандартная маммография, и ультразвуковая диагностика для выявления рака молочной железы. Она имеет ряд преимуществ перед МРТ. Это меньше стоимость, меньше времени исследования, проще выполнение, больше комфорт для самой пациентки во время выполнения, больше опыта с 2D-изображениями в сравнении с МРТ-изображениями. Но, конечно же, если есть у нас преимущества, всегда бывают какие-то недостатки. К недостаткам это ионизирующие излучения, потому что доза увеличивается на 1,2, и ее содержащие контрастные препараты, которые иногда могут вызвать какие-то аллергические реакции. Но в Европе уже проходит, с 2012 года уже прошло ряд исследований, в частности, вот это итальянское исследование 2012-2014 год, в котором они показали мониторинг, ответы на неодевантную химиотерапию, контраст усиленной маммографии и МРТ с динамическим контрастированием. Этим пациентам всем до начала химиотерапии была выполнена маммография, потом в середине цикла и в конце уже лечение. И всем этим пациентам была выполнена МРТ. И результаты. Результаты проводились при помощи корреляции по Пирсону. И выяснилось, что все-таки контрастная маммография более точна, особенно для пациентов, у которых дольковый рак и биологический подтеп лиминал В. Следующий слайд – это результаты немецких коллег клиника Шерете, которые также проявили корреляцию между контрастной усиленной маммографией и МРТ. По этим данным, как и чувствительность, специфичность и точность у контрастной усиленной маммографии выше, чем у МРТ. И таким образом сделаны выводы, что именно контрастной усиленной маммографии может заменить МРТ для оценки эффективности неодевантной химиотерапии, особенно у пациентов с дольковым раком и с биологическим подтеплением лиминал В. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Антония Викторовна. Мы идем с опережением графика. По регламенту конференции наши доклады не подразумевают каких-то вопросов, возможно, комментарии. Основное обсуждение мы перенесем, наверное, на разбор клинических случаев, но так как, Пётр Владимирович, нас немножко покинет в период конференции на операцию. Спасибо огромное за сообщение. Очень интересно. Но всё-таки хотелось бы несколько комментариев. Во-первых, комментарий по поводу того, что Вы говорите, и даже вопрос о том, что существует группа, которую Вы рекомендуете после достижения полного маммографического локации. Пётр Владимирович, мы не можем ничего рекомендовать. Да, я и хотел сказать, что Вы просто дважды упомянули о возможном проведении лучевой терапии вместо хирургии. На сегодняшний день в мире есть только одно рандомизированное исследование, где у женщин пожилого возраста в лиминальной группе А рекомендуют лучевую терапию вместо хирургии при достижении полного патоморфологического регресса. Патоморфологического подтверждённого трепан-биопсии, они инструментальными метами исследований. Поэтому я бы всё-таки хотел сказать, что когда Вы говорите о том, что возможно заменить хирургию на лучевую терапию, может быть, когда-нибудь это произойдёт. Но это произойдёт очень нескоро, и только после того, как будут проведены рандомизированные исследования. Их пока нет на сегодняшний день результатов. И ещё один вопрос. Вы говорите о том, что при не очень хороших результатах, при стабилизации или прогрессировании, которые вы графически фиксируете, Вы предлагаете применить предоперационную лучевую терапию у этих пациентов. Как сменно в Вашем докладе это прозвучало. Я тоже бы хотел сказать, что на сегодняшний день предоперационная лучевая терапия не доказала ни в одном рандомизированном или ретроспективном исследовании своей эффективности. Поэтому на сегодняшний день, если говорить о предоперационном лечении, то это только системная терапия. Перед операцией лучевую терапию, скажем так, достаточно давно уже не применяют. Я знаю, что в наших регионах ещё эта методика существует, крупного фракционирования. Некоторые диспансеры пользуются. Но на самом деле предоперационная лучевая терапия не является стандартом лечения, если мы говорим о больных, получающих нейодевантную системную терапию. А так, за доклад огромное спасибо, очень интересно. Спасибо. Вы все-таки наставите на том, чтобы были вопросы, да? Как, не против? Нет, не против. Пару вопросов мы издали. Пожалуйста, уважаемые коллеги. Я так понимаю, все-таки тема интересует всех. Давайте перейдем к традиционному. Введение конференции с вопросами. Спасибо, Антонина Викторовна. Скажите, а в Вашем центре, возможно, спектральная маммография есть? Нету. Мы поэтому и говорим, что это перспективы. И очень хотим добиться от нашего руководства, конечно, применения этого аппарата, потому что мы научно-исследовательский институт, и я думаю, что именно эта методика нам будет очень интересна. А на обычных маммографах приобрести программное... Можно. Можно программное обеспечение и сделать апгрейд нашего же маммографа. То есть и фирма... Но только это тоже стоит денег. Понял, спасибо. Еще, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, по поводу субтракции. Я так понимаю, это говорит просто о накоплении контрастного вещества в какой-то структуре. Нет, смотрите, это энергия затухания. Она проходит через какие-то ткани. Можно я задаваться? Заду вопрос. Да, я поняла просто Ваш вопрос. Смотрите, есть фиброденомы, они тоже копят контрастное вещество. Я так понимаю, речь идет о каких-то доказанных раках и их эффективности лечения с помощью контроля, с помощью рентгенской маммографии. Или все-таки просто там была фраза оценкой неоангиогенеза, замена МРТ. Потому что МРТ для чего делается? Для того, чтобы делать динамическое контрастное усиление. Я Вас поняла. Можно я отвечу на Ваш вопрос? Значит, у нас сегодня конференция посвящена оценке неодеванта. Поэтому мы о диагностике даже и не говорили. Если Вы хотите узнать о диагностике, как раз-таки контрастное также нам поможет. Отдифференцировать кисты с густым содержимым, доброкачественное образование, злокачественное. Посредством того будет разное накопление. Накопление с периферией или одновременное накопление. Но это уже совершенно другой доклад. В данный момент шел доклад о том, что может заменить, что более проще в использовании. Конечно же, если будет спектральная маммография, то МРТ здесь можно не использовать. Потому что это дорогостоящий метод. Это метод неудобный для пациентки и достаточно сложный в анализе. Потому что для построения кривых и всего. И этот метод, который Вы тоже можете построить, такие же кривые динамические, как и при МРТ. Потому что это функциональный метод, то есть исследование. Есть удовлетворение, Дмитрий Ильич? Сколько надо делать в маммограмму? Сколько Вы делаете в маммограмму и насколько она увеличится? Я в докладе говорила, что доза увеличивается от обычной дозы маммографии на 1,2. Вы должны умножить. И при однократном введении контрастного вещества Вы просто получаете сразу по две проекции. Вы получаете низкоэнергетическое. Это стандартное изображение. И второе – высокоэнергетическое. А уже сам аппарат нам делает эту субстракцию. То есть мы сами ничего не делаем. Он нам дает сразу два изображения. Обычная маммография и постконтрастное изображение. Я не понял, как тогда кривые можно построить из этого всего. Две просто делали субстракцию. Есть накопления? Нет накопления. Кривые здесь никакие не построят. Вообще никак. Может, я что-то не понимаю? Я просто кривые… Ну, это новый метод, да. Я думаю, что мы сегодня не будем на нем останавливаться. Иначе у меня коллеги там… Давайте. Действительно, у нас нет опыта практического применения. Мы можем докладывать о результатах других центров, которые обладают этой технологией. Насколько я знаю, на сегодняшний момент только в странах СНГ только одна установка, которая стабильно работает… В Белоруссии. В Минске. В президентском центре. И то у них не такое большое количество наблюдений, которое достойно этой технологии. Поэтому это наши мечты, и, может быть, кто-то из здесь присутствующих раньше обретет эту технику, и тогда уже мы можем его попытать. И тогда он нам с нами поделится уже своим опытом. Продолжение следует...